27 мая на состоявшемся в Государственной Думе расширенном заседании Совета по культуре при председателе Госдумы министр культуры Владимир Мединский выступил с предложением внести поправки в антипиратский законопроект депутата Сергея Железняка, который в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы. В частности, министр заявил. Еще раз подчеркну, речь не идет о каком-то принципиально новом законопроекте. В данном случае в качестве инструмента мы предлагаем использовать законопроект Сергея Железняка, принятый в первом чтении, поскольку там уже дефакт общий труд, и нам уже важно на шашечку ехать. Это не самый простой способ решения данной проблемы. Законопроект хороший, толковый, но в него мы предлагаем внести некоторые дополнения. Первое. С учетом сложившегося опыта мы должны предоставить право органам исполнительной власти по задержанию суду по решению суда блокировать не только контент, но и ввести ресурсы. В первую очередь, если этот ресурс занимается исключительно пиратской деятельностью. Я могу привести насчет массу примеров ресурсов, которые кроме как этим больше ничем не занимаются. Это профессиональные преступники. Это их единственный доход. Второе. Для того, чтобы упростить работу Москва в суда, необходимо, это также совсем согласованное предложение, определить и порядок досудебного или внесудебного рассмотрения авторских споров. Это снимает лишние издержки судебной системы, это снимает лишние издержки с русского надзора, и это 100% отвечает мировому опыту, потому что во всех странах так и есть. В 99% случаев сайтов добросовестные получают недоступного обладателя о том, что у него там размещено так или иначе что-то незаконное моментально это убивает. Моментально. 99,9%. Вот и третье. Необходимо, конечно, ввести на конец административную ответственность, финансовую ответственность, штраф за нарушение закона, поскольку закон без большого штрафа, без наказания, это не за его нарушение. Мы понимаем, что это административная ответственность, либо будет определяться не решением участкового милиционера, чем из-за постоянного интернет-ресурса, а решением суда. Это длительная процедура, это процедура законная, и не сделает какой-то тот, кому суд присудит эту ответственность нести. Мы достигли даже в процессе переговоров нескольких компромиссов. Первый компромисс, они обоганились поэтапно ввести распространение этих норм на разные типы интеллектуальной собственности, то есть на кино, это уже можно делать сегодня, механизм отработан, условно на литературу завтра, на музыку послезавтра. Второе, так как, опять же, по просьбе интернетчиков, так как не все сайты имеют возможность оперативно реагировать на обращение правообладателей, но некоторые, например, у них по внутреннему регламенту, отработан приказом руководителя, реакция в течение 17 минут. И на протяжении практики эти доказания за 17 минут решают подробно полностью. Ну, наверное, не все так четко работают. Вот поэтому мы предложили изначально 24 часа, интернет настаивал на 48-м и договорились на 36-ти часах до перехода периода. Полутора суток это захватывает выходные, и полность решает все вопросы. Ну и, наконец, я хотел бы обратить ваше внимание о статистике. Многие пугают тем, что Мосгорсуд будет завален работой, даже с учетом внесудебного характера рассмотрения. Реальная статистика за ОКИНО, за первый портал следующего года, следующая, 58 заявлений всего за 90 дней поступило в Мосгорсуд. Из них, кстати, обращаю внимание, 51 по интернету, вообще, в электронном виде. Мосгорсуд рассмотрел эти 58 заявлений, и решения по ним были приняты, установлены в законном срок, за счетом 55 к 3. 55 поддержал, после того, что в 3 отказал. Простая, текущая рабочая ситуация. Мы абсолютно уверены, что данный компромиссный проект, при условии его поддержки, при условии Государственной Думы, практически возродит авторство в стране. Сейчас автор – это любитель, это не профессионал. Он пишет книги из любви к искусству, он все равно никаких денег взять не получит. Во многом это относится и к музыке, они зарабатывают на концертах, а не на дисках. Это относится и к режиссеру, и к автору, и так далее. Вот это, в общем, большое, большое и будет, и очень нужное для культуры дела. Просим поддержать. Спасибо. Продолжение следует...